Друзья, всех приветствую на канале Давай Запишем. С вами Александр, здравствуйте! Продолжаем снимать и показывать вам наушники. И сегодня у нас очередная модель, принадлежащая итальянскому бренду Proil. Давайте будем знакомиться. Закрытые студийные наушники Akon H800. Уже традиционно напомню всем зрителям, что наши подобные видео теперь имеют аудиодополнение, то есть мы даем возможность услышать, как играют наши испытуемые экземпляры. А также в заключительной части мы прилагаем графики с замерами самых важных характеристик от наших друзей из компании Reference Audio Analyzer. В описании, как всегда, дадим ссылку на их сайт, заходите, там тьма всего полезного и интересного. Итак, Proil Akon H800. На данный момент их стоимость плавает в районе 5 с небольшим тысяч рублей, и их вполне спокойно можно отнести к моделям бюджетным. Теперь о других цифрах. Драйверы здесь неодимовые, 45-миллиметровые, сопротивление 40 Ом, частотный диапазон от 10 до 26 тысяч герц, максимальная выходная мощность 1800 милливатт, ну и весят эти наушники 295 граммов. Говорилось уже как-то о том, что рассказывать вам про удобство сидения на голове и о плотности прилегания амбушюр практически бесполезно, поскольку формы и размеры головы и уха у нас у всех разные. Однако очень хочется заметить, что они всё-таки достаточно мягкие и удобные, и эти почти 300 граммов не кажутся тяжелыми или неудобными. И из-за своей мягкости они очень плотно прилегают к уху, и это не даёт возможности частотам, особенно низким, утекать сквозь щели. Но опять-таки это мои собственные ощущения. Что касается съёма звука, то делаем мы это одним единственным доступным для нас способом, а именно при помощи бинауральных микрофонов, встроенных вот в этот прибор. Понятно, что добиться качества передачи звука один в один не получается, но поверьте, мы стараемся. Делаем запись по несколько раз, даже с разной силой прижима пробуем, после чего находим среднее арифметическое по звуку и потом уже показываем вам. Но в любом случае выбирать наушники лучше всего это самому их примерить на себя и послушать в реалии их звучание. Ну а кого нет таких возможностей, смотрите и слушайте нас. Всё, что в наших силах, покажем. Всё, друзья, настраиваем свои уши на максимум, не отвлекаемся и внимательно слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а теперь внимательно смотрим на картинки и пытаемся понять, что тут к чему. Первое, с чего мы привычно начинаем, это чувствительность наушников. Она у них равна 117,6 децибел. И напомню, что эту цифру мы выводим посредством вычисления среднеарифметического значения показателей от 100 до 10 тысяч герц. Это именно тот диапазон, который для нас является самым слышимым. Ну а цифра 117 говорит нам о том, что эти 800-е Econ'ы звучат достаточно громко среди большинства полноразмерных наушников. Давайте посмотрим вот на эту картинку, где хорошо видно, что H800 далеко не самые тихие наушники из предложенного количества, а именно 49 испытанных моделей с сопротивлением от 40 до 50 Ом. Теперь идём дальше и смотрим на сопротивление. Напомню, что производителем было заявлено 40 Ом, что в общем-то является правдой. Здесь на этом графике мы видим усреднённое значение, равное 44,5 Ом. И понимаем, что провод длиной 2,80 до плюс штекер и переходники, всё это обязательно должно что-то брать на себя. Вот оно и взяло. Ну и наконец, третья наша картинка, это всеми любимая и обсуждаемая АЧХ. Что тут можно сказать? На самом деле, вот как оно выглядит, точно так оно и звучит. Густой, но при этом не гудящий низ, ровная, слегка притопленная к верхним значениям серединка и тоненький верх в районе 7 килогерц. И если охарактеризовать их звучание одним словом, то это будет слово аккуратно. Так что любителям аккуратного звука с плотным низом эти наушники могут вполне понравиться. На этом будем заканчивать. Если появились какие-то вопросы или пожелания, пишите. А также следите за нашими новыми выпусками про наушники. Их у нас планируется очень много. Всем удачи, будьте здоровы и до встречи! И сегодня у нас очередная модель, принадлежащая Италия... Это надо всё сначала. Драйверы здесь неодимовые, 45-миллиметровые. Ещё раз отсюда же, бред какой-то. Однако ещё раз не уверенно это прозвучало с кашей, с какой-то там... Пишём. ВЫАЙ ВО neighbour наушники шум Communist. РЕКЮТ popularity! Пишём! Пишём чём и по пишё habla!